ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИТ ТОРУ. АМЕН. Сегодняшняя недельная глава Торы называется «Бо». Почему «Бо»? Потому что в начале 10 главы, это 10 глава 1 стих, 13 глава 16 стих, книги «Исход». Итак, почему «Бо»? Потому что сказано в начале 10 главы «И сказал Господь Моше, войди к фараону». «Бо» фараон, «Бо». И события, описанные в этой главе, это предупреждение о саранче, о наследстве саранчи, фараон не уступает, саранча, фараон опять кается, мрак, фараон не соглашается с требованиями Моше. Предупреждение о 10 каре, одновременно дается особенности месяца Ниссан для евреев, указание Бога о ночи Песоха, 10 кара гибель первенцев, исход из Египта, указ о соблюдении Песоха. Итак, здесь, таким образом, в разделе Тора говорится о трёх последних казнях, саранче, трёхдневной мраке и смерти первенцу, подготовке к исходу и, собственно, о самом исходе. События этой главы, они происходят в Египте. Египет по Библии, это последние дни пребывания в Египте, или недели пребывания в Египте Божьего народа. Египет, согласно Библии, он такое, знаете себе, такое место, такое двусмысленное. С одной стороны, праотцы наши, они постоянно туда ходили, потому что там получали сохранение, это Авраам его, потом Иаков. Соответственно, мы знаем, что Имаше, мы знаем, что Ешо тоже, он тоже был в Египте. То есть, поэтому, с одной стороны, эта страна такая, она была убежищем, а с другой стороны, египетский народ, он вызывал негодование Бога из-за идолопоклонства. То есть, это было место, где можно было приобрести как материальное благополучие, так и потерпеть духовный крах. В данной главе упоминается, что времени же, в котором сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет. Еврейская традиция считает, что это время, когда мы считаем по временам жизни семьи Акова, то мы видим, что там 400 лет не получается. И люди, которые посчитали это, там можно посчитать. И по еврейской традиции этот отсчёт 430 лет, он идёт от заключения завета Бога с Авраамом и до исхода. А там ещё упоминается иногда 400 лет, это от рождения Исхака и, соответственно, до исхода. Ну а в реальности, опять же, по традиции считается, что 210 лет народ находился в Египте. Но в любом случае это длительный срок, и за это время, конечно, несмотря на то, что еврейский народ сохранил свою веру, об этом прямо не написано. Но мы видим, когда Маше пришёл к старейшинам, мы видим, как отреагировали старейшины на его призыв. То есть, они знали, о ком говорит, о ком Боге говорит. Мы видим, какие имена были у евреев в это время. Мы видим, что они все связаны с Богом. Аминь, аминь. Но в то же время понятно, что они были заражены египетским многобожием. В то время Египет был разделён на 42 нома таких областей. И, соответственно, в каждом были свои десятки, наверное, богов. Главные боги и всякие башки типа жуков, крокодилов и так далее. Поэтому, конечно же, Богу необходимо было, первое, показать, кто он перед своим народом, перед египтянами. И разоблачить тщетность надежды для евреев на богов Египта. И последние казни явились победной точкой в демонстрации Божьего могущества. Саранча, который принёс ветер восточный, унёс западный, потом мрак с небес и смерть первенцев. Они говорили о том, что Бог, он бог неба, мрак с неба, земли, ветры и, естественно, жизни людей. Ну, может быть, я ошибаюсь, но как бы так вот считается традиционно. Ну, у меня такое сложилось мнение о том, что своими казнями Бог, как бы, знаете, ну разгромил Египет. Ну, то есть вщент зовсим, взаголи, да, ничего там нет, не оставил от него. Ну, кое-что так оно и было, потому что после саранчи там уже не было ничего живого, понимаете, сами же понимаете. А там написано, что она даже кору с деревьев обголодала, не то, что там это съела. Там животным есть было нечего и так далее. Вот, поэтому с этой стороны это так. Вот, но с другой стороны я увидел, знаете, созидающую Божью работу, созидающую работу Бога в этой ситуации. Вот, и с самим фараоном, к удивлению моему, и с египетским народом. Я раньше на это как-то не смотрел. То есть я бы назвал для себя, вот я так назвал эту главу, знаете, созидание среди хаоса. То есть что-то в этот момент, значит, среди хаоса разрушения. То есть в этот момент, хотя было реальное разрушение, Египет, он гиб. Но в этот момент что-то происходило, знаете, что-то происходило значительное в жизни и фараона лично, и египетского народа, и, естественно, Божьего народа. Потому что они все были завязаны в этот момент. Ну, во-первых, один из комментаторов заметил, что в своих действиях с фараоном Бог являл свое милосердие, как неудивительно. Вот, он как бы воспитывал его, он показывал ему, кто есть он на самом деле. Вот, например, после восьмой казни написано, и поспешил фараон позвать Моше и Арона и сказал, согрешил я пред Богом, Господом Богом вашим и перед вами. О, недавно он еще говорил, а кто такой Бог, чтобы я слушался Его? То есть он уже сделал шаг, понимаете, к тому, чтобы признать Бога. Это уже определенное изменение в его жизни. Еще одно наблюдение, вот об ожесточении сердца, к которому фараон пришел сам. То есть он пять раз сам ожесточал свое сердце, вот, и потом написано уже, Бог уже просто продолжал его ожесточать. Вот, значит, интересное мнение в том, что вот это ожесточение, оно явилось, позволило сохранить фараону свободу выбора. Понимаете, о чем я говорю? То есть если бы просто, если бы у него не было ожесточения, то он мог бы, ну, условно говоря, потеряться от страха, забиться в угол там и сказать, да-да-да, я сдаюсь и все. Вот, но ожесточение, оно как бы уравновешивало страх, да, вот, и оно давало такой баланс для того, чтобы человек, он сделал осознанный выбор. Ну, и еще на эту тему, после десятой казни, это все мы рассматриваем события этой главы. Значит, когда умерли первенцы, да, значит, фараон, он сохранил, скажем так, определенное хладнокровие и пошла к Маше Иерону и сказал, «Возьмите не только скот, но пойдите и благословите так же и меня». Понимаете, о чем я говорю? То есть он говорит, пойдите и благословите так же и меня у своего Бога. То есть он начал понимать, откуда исходит благословение. Вот, не от солнца, там, не от луны, вот, не от крокодилов, оно исходит, оно исходит от Бога. И вполне возможно, что он исполнил то, о чем говорил ему Маше, а он ему сказал, вот, в 10 главе, когда он говорит, что нам надо пойти принести жертвы Господу, он сказал, «Дай так же в руки наши жертвы и все сожжения, чтобы принести Господу Богу нашему». Имеется в виду, ты, фараон, дай. Я так думаю, что, ну, там не написано, дал он или не дал, но я так думаю, что он так и дал жертвы. Это видели его сановники, это видел египетский народ. И это было, ну, это было, как бы, смирение, значит, перед Богом. Понятно, что потом у него еще там были, как бы, моменты, пока он не увидел гибель своего войска. Вот, но этот момент говорил о том, что для Бога было важно не просто подавить, разгромить, уничтожить, да, для него важно в этот момент было созидать жизнь его, потому что страна, она оставалась, люди оставались, а Бог, Он, Бог многомилостивый, мы помним про Ниневию, помните, да, вот, он же, он мог уничтожить, они заслужили, но Бог, когда он посылал своего пророка, вот, значит, Иону, но он не уничтожил, да. Такая же ситуация здесь, Бог являет, и в этой ситуации являет милость. И, что интересно, Божье милосердие касалось, оно не только жизни фараона, но и множество людей, вот, египтян, написано, что, это в 12 главе, множество разноплеменных людей вышло с ними, и мелкий крупный скот, стадо весьма большое. То есть, десятки, возможно, сотни тысяч людей, они получили шанс на спасение, понимаете? Они приобщились к Божьему народу, они впоследствии, значит, приняли обрезание, значит, они приобщились к Божьему народу, вот, то есть, у них появился шанс на спасение, Бог работал и с ними. Вот, более того, я хочу сказать, что в Божьем плане, вот, о Египте не было, мы как-то считаем, что, ну, всегда Египет — это всё, это спускаться, дорога в ад и так далее, но в Божьем плане, понимаете, и для египетского народа уже в будущем, да, то есть, в Царстве Мессии, там есть такие слова, то Исайя, это 19 глава, 19 стиха, смотрите, что пишет о Египте. «В тот день, ну, имеется в виду в тот день, это уже в Царстве Мессии, значит, жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу упределываю, давайте скажем, аминь, и будет он знамением и свидетельством о Господе Савофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, то есть, они воззовут, и Он пошлёт им Спасителя, написано, и заступника, избавит их. Господь явит Себе в Египте, и египтяне в тот день познают Господа, принесут жертвы и дары, дадут обеты Богу и исполнят. Аминь, аминь. То есть, как мы видим, понимаете, Божье милосердие, оно такое всестороннее, оно многогранное, и оно проявляется во всех ситуациях, даже, кажется, тогда, когда идёт разрушение, когда идёт хаос, разрушение, но в этот момент что-то созидается. Значит, в Торе, интересно, передано вот это вот, скажем так, пространственно передано вот это Божье созидающее работу. Вот смотрите, 8, 10 и 9 казни вышло постановление о новом календаре, празднике Песоха и опресноков. Десятая казнь – исход и освящение первенцев. То есть, разрушение духовных твердынь, да, и созидание новых оснований, правильных новых духовных оснований. На глазах еврейского народа, Божьего народа, происходила созидающая Божья работа. Календарь – это же не просто, знаете, там вот, ну календарь, значит, январь, февраль, март, апрель. Еврейский календарь – это, ну, во-первых, значит, в отличие от календарей, значит, этих языческих народов, которые носили циклический характер, да, значит, календарь еврейского народа, он такой линейный. У него есть начало, исход, да, и у него есть конечная цель – земля обетованная, суккот, да, которая является прообразом неба, скажем так, прообразом небес. Вот, и каждое событие в календаре, оно связано с Богом. Вот, и сам Песох, и праздник Опреснокова после него, и праздник Первого Снопа, да, и Пятидесятница, и праздник Труп, который впоследствии люди, ну, стали называть Росхошана, но это праздник Труп, потому что к чему-то призывали Трубы. Вот, значит, и Йом-Кипур, да, и суккот – это такая, знаете, это череда праздников, которая говорит о связи еврейского народа со своим Богом. И календарь – это одна из таких духовных оснований еврейского народа, почему мы в общине, ну, такое внимание придаём им на праздник, как говорится. Ну, что там праздники, да? Не-не, праздники – это то, что Бог заповедовал, Он сказал, это праздники мои. Вот, я прошу, чтобы вы приходили на эти праздники, в том числе и на шаббат, Он первым назвал шаббат, первым праздником, да? Вот, чтобы приходили на шаббат, и чтобы имели общение с Ним, и чтобы слушали и слышали Его. Праздник, допустим, Песоха и Опресноков – это не просто, ну, как бы, воспоминание, понимаете? Это также напоминание, я так думаю, о том, что в основе Исхода лежит чья-то кровь. Вот в основе Песоха, да, лежала кровь этого невинного Агнца, кровью которого надо было помазать косяки дверей. Вот, в основе духовного исхода каждого из нас лежит кровь Ешоа Мессии, кровью на Голгофе, которую кровью Его мы помазываем косяки наших сердец и наших жизней. Освящение первенцев, допустим, это не просто освящение, ну, как бы, тоже вот воспоминание о том, что Бог, значит, миновал, да, то есть Он сохранил жизнь. Это также учреждение Института Священства, то есть было, по задумке Господа, первенцы должны были стать священниками, вот, в своих семьях, значит, и, ну, в своих коленах и так далее. Потом, соответственно, они осквернили это идолопоклонством Золотого Тельца, и было принято, значит, выделение, ну, сохранившего себя колено Ливиина в священство. Вот. О чём я говорю сегодня? Я говорю о том, что в Боге всё совершается со смыслом и органично, понимаете? Когда мы видим разрушение, это не значит только разрушение, идёт и созидание, разрушение старого, созидание нового. Амэн. Амэн. Если мы видим какой-то разрушительный хаос в жизни нашей страны, может быть, как нам кажется, друзья, идёт созидание также, вот, значит, каких-то новых основ, чего-то того, что мы ещё пока, может быть, не видим, мы не понимаем, но Бог, если Он созидал Египет, друзья, Он будет созидать и Украину. Давайте скажем на это Амэн. Амэн. Значит, если нам, как общине, ну, идёт какое-то разрушение определённого уклада нашего, мы же привыкли уже здесь за годы, да, нам привычно сюда, нам удобно, вот, идёт какое-то разрушение, ну, идёт одновременное созидание, Бог что-то хочет, Он уже приготовил что-то, ну, наверное, хочет, чтобы мы молились, вот, и Он уже приготовил нам новые помещения и новое здание. Если что-то происходит в нашей жизни, друзья, то одновременно происходит и созидание. Аминь. Вот. И, соответственно, что я хочу сказать, Боже, Бог, Он многомилостивый, Он многомилосердный, Господь, и Он хочет созидать, вот, иногда это происходит болезненно, вот, и тяжело, вот, но Он созидает в каждой ситуации, Он созидает в стране, Он созидает в Одессе, Он созидает в общине урхамаших, Он созидает в наших жизнях, и за всё благодарность наших сердец и слава Ему. Аминь.